Коллеги, здравствуйте, меня зовут Евгений Лукин, там вот плывет теплоходик. В прошлый раз я рассказывал историю, как разработчики обманывают заказчиков сайта. Сегодня хочу рассказать про особенных заказчиков. Сразу хочу сказать, это редкие исключения, но, к сожалению, они случаются и, в принципе, происходят в любой сфере. Но я расскажу свою историю. Произошла она под Новый год, вернее, началась в октябре, а закончилась 31 декабря прошлого года. Обратился ко мне заказчик со своим интернет-магазином. Проблема в том, что весь сайт в порнухе. Оказалось, что предыдущий разработчик при создании сайта поставил пиратскую программу, через которую сайт-то взломали и заразили вирусом. Ну, чтобы вы понимали, найти вирус среди тысячи файлов сайта не то, что сложно, ну, практически невозможно. Я сейчас не про технические детали буду рассказывать, а про то, как поступить в текущей ситуации. В текущей ситуации нужно все сносить и строить с нуля. Либо восстанавливать из резервной копии, которая у него, к сожалению, не оказалась. Что должно меня было насторожить сразу? Сразу он не согласился. Он стал спрашивать, а как, может быть, что-нибудь можно сделать, может быть, как-то найти, полечить, еще что-то. В принципе, логично сомневаться в компетентности специалиста, которого ты нанимаешь перед тем, как заплатить ему деньги, поговорить с ним, понимает ли, что ему предстоит, какая задача. Обычно через 20-30 минут общения уже понятно справится разработчик с задачей, или он так, балабол. Но наши переговоры затянулись на неделю. Через неделю он соглашается на разработку с нуля, и еще неделю мы обсуждаем, какой будет будущий сайт. Через 14 дней от начала общения мы пришли к тому, что делаем точно такой же сайт, как был, но только без вирусов. Все, договорились, обсудили цену, 50% предоплата, 50% после сдачи работ, приступаем. Тут новое вводное. Удалить старые товары и добавить вместо них новые с сайта другого поставщика. 40 тысяч товаров, ну что ж, окей, давайте сделаем. Это будет чуть дороже и еще на месяц дольше. Окей, по рукам договорились, месяц кропотливого труда, сайт готов к публикации, все готово, сделано идеально, запускаем. И ждем оплату, соответственно. Он говорит, нет, не запускаем, пока не будут устранены все ошибки. Я говорю, какие там ошибки еще остались? Вроде все сделали, сайт без вирусов, все точно такое же, товары даже новые все заполнены. Мы и так с вами уже полтора месяца работаем. Что еще мешает запуску сайта? Оказывается, там работал на старом сайте плагин BoxBerry, плагин доставки. Надо его настроить. Ну, окей, еще один день я убил на настройку. Причем в процессе выяснилось, что плагин, там был просто установлен этот модуль доставки, он даже не был настроен. Ну, так за мой счет мы еще настроили доставку. Ну, окей, раз я обещал, как будет на старом сайте, значит, слово свое надо сдерживать. Все, запускаемся? Нет. Ну, а дальше пошло-поехало. Эту полосу сделайте, пожалуйста, потолще. Этот цвет недостаточно зеленый, а вот этот слишком фиолетовый. Ах, да, у меня тут на хостинге место заканчивается, почистите, пожалуйста. И еще, мне вот нужно вот это изменить на сайте, не подскажете, как? Ага, спасибо. Ну, сделайте тогда сразу. Все это время я терпеливо вношу изменения, дело близится уже к концу года, и деньги перед безденежным январем не помешали бы. Но задача сыпется, а оплаты так и нет. Кстати, не зря обидное слово «терпила» происходит от слова «терпеливый». Я чувствовал себя проституткой. И в какой-то момент я сказал, нет, Женя, по-моему, на тебе просто нагло ездят. Надо этот вопрос заканчивать. Был длинный разговор с заказчиком, но если коротко, я сказал, что толщина линий и оттенок цвета – это не те вопросы, которые мешают запуску сайта. На что получил просто обезоруживающий ответ. Я говорю, вы делаете. Тут я взорвался. Я, конечно, сейчас жалею о том, что не смог по-человечески разрешить этот конфликт, мирно переговорить. Но что сделано, то сделано. Все это происходило в последних числах декабря, и заказчик, видимо, все-таки не решил брать с собой в Новый год незавершенные дела. И 31 декабря оплата поступила мне на счет. Уважаемый заказчик, если вы меня смотрите, без обид, мы просто не подошли друг к другу. Продолжение этой истории, к счастью, было коротким. После того, когда он ко мне обратился за доработками, я сказал, что, к сожалению, больше не смогу ему помогать. Эта ягодка уже не для тебя. Чему меня научила эта история? Если заказчик сомневается в тебе, как в компетентной специалисте, значит, это твоя вина. Значит, ты не смог ему объяснить, что тебе можно доверять. Вы делаете общее дело. И результат зависит от того, насколько сильно вы друг другу доверяете. Если не доверяете, получится плохо. Второе. Ну, его, наверное, нужно было поставить первым, но пускай будет вторым. Вовремя распознать, что тобой пользуются. И третий вывод вытекает из второго. Чтобы предотвратить такие ситуации, чтобы тобой не пользовались, оформляй все договоренности письменно. Да, и самое главное, почему я провалил это дело? Почему я считаю себя в этой истории проигравшим? Потому что я вел переговоры с позицией человека, который нуждается. Поэтому, чтобы не попадать в такие ситуации, цените в первую очередь себя.